МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конкретно нам удалось открыть новый вид электронной эмиссии, как вы знаете, взрывной эмиссии. Структуры, которые определяют устойчивость работы и гигантские плотности тока, они нанометрового размера. Это как раз те самые нанометровые структуры, о которых, так сказать, говорят, со своими свойствами и так далее. Кроме того, используем вот эти источники электронов, или католы, которые мы используем. Они состоят из наночастичек. И мы нашли эти материалы, поняли, как они работают, и это позволяет на порядке вообще увеличить эффективность таких вот источников электронов. А практические приложения многократные. Это десятки вообще на самом деле приложений. Вот мы занимаемся конкретной новым поколением, так сказать, рентгеновских аппаратов портативных. Открытие взрывной эмиссии зарегистрировано еще в советское время, когда это регистрировалось. И это открытие сделано совместно с Академиком Месяцем, нами. Мы же получили вместе с ним и государственную премию за разработку этих аппаратов. Они тогда пошли в атомные котлы, в линии электропередач, в нефтепроводы и во всякие такие вещи. Сейчас мы эту технику существенно продвинули. Если говорить о том, что было и что есть, то это все равно, что сравнивать Запорожец и Мерседес. Вот сейчас Мерседес, а был Запорожец. Мы сейчас работаем над увеличением стабильности этих рентгеновских аппаратов, над их новыми функциональными возможностями, над их министеризацией и так далее. Целая программа, которая рассчитана на несколько лет. Но мы имеем сейчас рабочий образец, который готов, вообще говоря, к использованию полностью. Для того, чтобы его запустить в малую серию, достаточно одного года по существу. Но для этого нужны средства. Действующие? Действующие. Рабочий образец. Замечательно. Средства какой величины, объема и времени? Значит, для того, чтобы сделать демонстрационный образец, опытный образец, нужно год-полтора. Для того, чтобы сделать малую серию, нужно года три. Можно и быстрее, все зависит от вложений, от средств, которые будут вложены. Сейчас мы представили лот специальный, вот, в Роснанотехнологию по соответствующему конкурсу. И согласно этому лоту мы там запросили порядка 300 миллионов рублей. Это та сумма, которая дает возможность реализовать эту программу. Включая сюда и технологические вещи, и создание макета производственного, так сказать, оборудования и так далее, и так далее. Это широкий спектр дел. Спасибо. Скажите, пожалуйста, роль Виктора Ивановича в этом процессе. С академиком Райен Виктором Ивановичем Петриком у нас многолетние творческие контакты. Хочу сказать, что есть вообще просто непосредственное наше взаимодействие, связанное с источниками электронов. У него блестящая технология получения нано-материалов, которые мы используем в качестве катода. Это позволяет нам надеяться, что у нас не будет никаких проблем с источниками электронов. Второе, он блестящий организатор. И он практик. Поэтому мы надеемся, что вместе с ним, двигаясь, мы можем это вывести на практический уровень. И потом он, как я говорил, прекрасный изобретатель. И мы надеемся интеллектуально сотрудничать. И объяснить, понять и сделать следующие шаги вот в этом общем деле. Спасибо. Прекрасно. Прекрасно.